Да, я попрошу Андрея, чтобы он разместил также вот под видео, видео будет и у Андрея на канале и на моем, ну вот это аудио видео с документами, чтобы он приложил список активных участников. Я сказала на две, на три страницы. Ну, значит, мы всех не вместили, потому что мы, во-первых, всех не знали. У меня же люди не со всех регионов России. Как это ни странно, у нас очень активен вот Приморский край, почему-то вот больше всего участников из Приморского края. Краснодар очень активен, Иркутск очень активен, да, там, ну, Московская область, ну, из Камчатки. Из Камчатки у нас никого нет, из Сахалина. Вот, и, конечно, Татарстан, да, есть люди. Мы, понимаете, мы просто и не могли знать всех тех, кто проводил, у кого были офисы, да, кто проводил презентации. Поэтому мы написали то, что знали. Если вы этот список захотите дополнить, расширить, это ваше право. И мы каждый этот список распечатывали и прилагали к своему заявлению, и адвокат с сопроводителем своим письмом вот это вот тоже приложил. И также приложил вот ссылки на эти переписанные их кофе, да, кто вел кофе и презентации. Еще раз говорю, список, который у нас дан со ссылками на их, значит, социальные сети, да, там, Инстаграм, Фейсбук, ВК, телефоны, фамилии, имена, отчества, вы можете иметь и право дополнить сами, расширить его. Потому что мы, у нас не было целью всех включить, просто, ну, вот мы его составляли, 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 остановились на этом. Хотя его можно там еще продолжить, я думаю, ну, листа на два, на три. Из Казахстана мы очень мало указали людей тоже, ну, вот как-то так. Так что вполне можете дополнить и прилагать к вашим заявлениям в МВД. И относительно, помните Алексей Насонов, который утверждал, что целый томат дел, что все он сделал за людей, безбожное вранье. Значит, что на самом деле оказалось, никогда в жизни не было уголовного дела в отношении Агамфа и Винс, там, Квестра и траляля на территории России. Если бы оно было, то мы бы к этому уже уголовному делу, вот как в КБВР случилось, смогли бы свои заявления приобщить и пошли бы, как уже участники процесса в России. Этого не было. То есть, почему-то он, ну, я не знаю, может быть, он просто имел в виду Украину, может, на Украине там отдел на самом деле. Вот. И еще такой момент, то есть, когда, помните, в чате появился «Файвинзакон», то есть это большой чат, который изначально создавался, но это не наш закрытый чат. «Файвинзе» мы «Файвинзакон» там ничего не выкладываем, там сейчас просто все пишут, это как болталка такая, да. Вот. Появился некто Леонид, который представлял, которому якобы позвонил представитель от Алексея Насонова. Ну, он не говорил, что Насонов, а кто-то другой указал на этот чат, вот, и он там собирал, сколько пострадавших, на какую сумму, и обещал помочь через ФСБ. Значит, вот адвокат наш очень внимательно следил за деятельностью Алексея Насонова. То есть, все я ему отправляла, все вот эти материалы, в том числе, вот, видео его, вот эти вот, да, и также я вот этот контакт Леонида, который там обозначился, тоже я отправляла. Мы зашли на сайт, который нам предложил Леонид, это психолог, вот, психологическая помощь. И, ну, мы вот не сочли серьезным и нужным обращаться к Леониду, чтобы он нам помог, то есть, потому что, а чем он нам поможет? Вот, психологический сайт, то есть, вообще непонятно, человек, ну, как-то, ну, вот, как-то странно, да. То есть, вообще, это, он не имеет отношения никакого, что он может осветить, да, ну, в данном случае, тоже вот непонятно, у него совсем другое направление. Вот, поэтому я, может быть, думаю, что на самом деле это был, может быть, не Алексей Насонов. Я не знаю, кто это был, но человек, вот, допустим, мы с ним разговаривали, когда, еще в 2018 году, как-то, вот, допустим, телефон, ну, вот он мой знал, да, номер телефона. А я ему первый раз предложила обменяться номером. Он сказал, я сейчас телефон, симку потерял, значит, в самолете. Второй раз мы разговаривали, через полтора месяца, я попросила, ну, если уж мы говорим, да, если обсуждаем такие вещи, то же симки номера телефона он сказал нет, потому что тоже так до сих пор и не восстановил. Ну, что странно, ну, хоть какой-то номер-то мог быть, вот. Ну, и потом, то есть, здесь некоторые прямо такие вот, ну, допустим, когда мы еще с ним разговаривали, я уже знала, что компании 5WINS не существует, она не учреждена, что уголовное дело он, вот, несмотря на то, что, как он говорил, сам проводил активное расследование, вел, ну, видимо, он его вел совсем неофициально, потому что он не знал, что есть уголовное дело в отношении, да, АГАМ на территории КБВР, да, и что компания 5WINS не учреждена. Вот, несмотря на то, что он предоставлял там какие-то выписки, какие-то учредительные документы, да, вот, самой главной вот этой информации, основной, он не владел. Это тоже наводило на определенные мысли. Я ему об этом не говорила, не рассказывала, то, что вот нам известно, но просто я думаю, что, ну, мы же не знаем, как выглядит на самом деле Алексей Насонов. Возможно, это был совсем и не Алексей Насонов. Мы не знаем, кто это был. Ну, вот как вот вы можете установить личность человека. Ну, в общем, подытожим. Под видео будут документы, будет ссылка на заявление, чтобы граждане Российской Федерации могли обратиться в МВД Российской Федерации на местах, и чтобы написали, как бы сказать, одно коллективное заявление. Но коллективное заявление, то есть от каждого, каждый пишет, в двух или трех экземплярах отправляет адвокату, которого вы выберете, с которым вы определитесь, прикладываете скрины кабинетов, которые вы делали, письма, которые вам приходили на почту, которые подтверждают, что на ваш аккаунт были зачислены ваши инвестированные денежные средства. Так, делайте скрины и делайте скрин с электронной почты, чтобы было видно сайт, да, чтобы было видно, то есть полностью письмо, вот прямо, чтобы у вас вместилось. С самого начала до конца, откуда, когда, там, какое время. И на местах подается заявление, да, по своим районам, по своим городам, и отправляете заявление, то есть у вас адвокат получит, допустим, если у вас в группе 50 человек, вот 50 этих заявлений. Адвокат у вас приложит сопроводительное письмо, может быть, вы выберете адвоката, там, допустим, в Тюмени, Кемерово, я не знаю где, может быть, в Петербурге, то есть это ваше дело вообще. Определяйтесь. И он приложит свое сопроводительное заявление, отнесет вот в МВД Российской Федерации. Сразу советую же писать заявление в Генеральную прокуратуру, оно пишется абсолютно точно так же, по такой же аналогии, только там меняется шапка. Значит, вам, ну, в заявлении вы увидите, что, в общем-то, у всех у нас практически одинаково, просто мы добавляли свою ситуацию. Если вы не знаете, а это очень мало кому известно, паспортные данные человека, его адрес, которому вы отдавали деньги, значит, вы их и не пишете. То есть так и пишете, что паспортные данные не знал, это не знал, ну, вот был какой-то телефон, полное имя человека, такое-то и такое-то, приблизительно, что это в таком-то районе, работает там-то, там-то и там-то. Ну, то есть вот я, допустим, не знала адрес человека, но я знала, где он, допустим, работает. И два рабочих номера, которые он изменил, да, допустим. Соответственно, ну, найти человека вообще не очень сложно, даже если он и изменил номер. Ну, это только в том случае, вот вы пишете только в МВД Российской Федерации и точно аналогично делаете там Казахстан, граждане Казахстана, Кыргызстана, то есть пишете на местах и пишете. Тем более у вас в Казахстане есть следователь, который один на весь Казахстан ведет это дело, то есть сводится это дело воедино. То есть на местах там расследуют, и на местах вы должны сказать, что сейчас уже идет суд, судебный процесс, и что, значит, есть обвиняемый, вот, и что делом занимается один всего следователь на весь Казахстан, вот, и Джексенбаев, Ерлан. И вы должны об этом обязательно сообщить, вот, в том городе, где вы пишете, сдаете заявление. Вы также пишете вот это заявление там на местах, в ваших городах, Караганда, Алмата, да, там, где у вас, и, значит, ну, и пишете также одно общее заявление, то есть также все, вот, берете их, ну, в одно, да, и отправляете в Астану, вот, Джексенбаеву, Ерлану. Или, по крайней мере, вы с ним созваниваетесь, вот, ваш следователь созванивается, объясняет ситуацию следователя, который в вашем городе, и у вас будет дело продвигаться быстрее. То есть вот у меня, вот, девочки и мужчины, да, из моего чата, они так делали, они созванивались, они, то есть, допустим, в Караганде подавали заявление и созванивались с Джексенбаевым Ерланом, вот, говорили, что подали в Караганде, и вот Ерлан Джексенбаев созванивался со следователем в Караганде, и дело двигалось гораздо быстрее, причем и меняли следователи. То есть если следователь был слабый, вот такой вот тюха-матюха, ни рыба, ни мясо, то меняли следователя, который все это бодренько вел, быстренько заканчивал, вот, со знанием дела, и отправляли потом в Астану. То есть вот вам надо, значит, обязательно держать связь с одним следователем, который, ну, вот к нему будет вся операция, вся информация потом со всех районов и городов уходить. Все будет сводиться в одно дело. То есть там он будет уже анализировать, ну, какие чаще всего, да, допустим, ну, к примеру, вот, кого вы больше всего, чаще всего в своих заявлениях указываете, да, то есть против них получается больше всего заявлений, да, допустим, вы пишете тот-то-то и отдавал вышестоящему тому-тому-тому, да, и, к примеру, вот этот вышестоящий будет чаще-чаще всего появляться в заявлениях, естественно, что его допросят, опросят и привлекут, вот, поэтому надо все указывать подробно. Значит, указывать надо так, чтобы следователю было это легко читать, чтобы у вас была такая структурированная, логичная, такая вот прямо вот логичный, структурированный, хорошо простроенный текст. Ну, значит, потратите вы на это где-то, я думаю, часов 5, то есть сядете, подумаете, ну, вернее, вы напишете все за час, потом вы подумаете, вот это надо переделать, вот это переделать, это убрать, это дописать, так оно и будет. В заявлениях вы указываете ту сумму, которую вы вложили, отдельно указываете проценты, но вы требуете то, что вы вложили. Моральный вред – это уже отдельно. Сейчас вы требуете то, что вы вложили, пишите ваши проценты, которые у вас есть, да, и, значит, ну, указывайте, ну, допустим, моральный вред, это потом отдельным заявлением. И я еще хотела сказать там, ну, понятно, что вы получали и реинвестировали. Вот это, наверное, уже писать не надо, что я, допустим, вложила 1 октября, потом 23 декабря я решила реинвестировать, 30 я еще, 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 еще. Ну, нет, вы уже пишите, потому что вы сами запутаетесь, следователь запутаете, и он просто, знаете, вот под любым предлогом не будет расследовать. Пишите уже, вот вы вложили, допустим, 30 тысяч евро, все, дальше то, что вы реинвестировали, неважно, потом пишите проценты, которые набежали, и вот пишите, что за это время такие-то проценты есть в сумме такой-то, вот, и вот это все укладываете в заявление. И заявление вы пишете тоже в двух экземплярах, то есть одно принимают, другое вы забираете. Когда отправляете коллективное, если вы найдете адвоката еще, то прикладываете тоже сопроводительное письмо. Ну, может быть, в Казахстане сейчас вот уже сопроводительное письмо адвоката совсем и не надо. И, получается, значит, финансовые претензии. Это, ну, это если у вас будет желание написать в КБВРД, то есть в этом случае вам нужен адвокат-международник, юрист, который знает язык, который смог бы написать на английском, на португальском языке, и текст его, допустим, который он составит для вас, будет отличаться от нашего несколько текстов. Но, в принципе, оно составляется в свободной форме. Там вы тоже указываете ту сумму, которую инвестировали, то есть ту, которую инвестировали. Там будет еще отдельно, где указываются проценты в целом, и указываете проценты. Но вообще по договору только тело вклада там вы можете требовать. Поэтому указывайте ту сумму, которую инвестировали, вносите реквизиты валютной или мультивалютной карты, которые у вас есть. Потом все равно эти реквизиты будут корректироваться, они будут у вас меняться, скорее всего. И я хочу сказать, что вряд ли они вам по вашей претензии выплатят эти деньги. Но это сделать надо, потому что таким образом вы заявите в КБВР, что вот есть еще такое-то количество потерпевших, пострадавших, которым не выплатили деньги. Потому что в Конституционном суде представители АГАМ 18 марта заявили, что пострадавших потерпевших нет, на этом основании они требуют разморозить счета. И если бы хоть один пострадавший тогда написал, и до 18 марта 2018 года там поступили какие-то финансовые претензии в Генеральную прокуратуру КБВР, их бы счета не разморозили. И счета у них были заблокированы бы по сей день. Я приложу вам только заявления в МВД Российской Федерации и Республике Казахстан. По аналогии также могут написать граждане Кыргызстана и другие страны. Единственное, вы там меняете шапку и все. Больше вам ничего менять не надо. Шапка, потому что там Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Узбекистан. Вот такое вот. Вот финансовые претензии, если вы хотите, я еще раз говорю, вам следует обратиться именно, подыскать себе адвоката и уже с ним работать.